Областной суд рассматривает апелляционное дело Серика Ахметова и других фигурантов громкого дела о многомиллионном ущербе. 17 миллионов 310 тысяч тенге. В такую сумму был оценен ущерб, который государству причинили Серик Ахметов и четыре его бывших подчиненных. Однако сам осужденный с этим не согласен. Фариза Улбаева с подробностями. Бывший премьер-министр, подавший апелляционную жалобу, требует остановить это дело. Доверенные лица обвиняемых возмущены тем, что истцом является Аким города, отмечающего, что в деле отсутствует доказательства, подтверждающие доводы истца. Ранее Аким города Караганды Нурлан Аубакиров просил суд взыскать с ответчиков более 200 миллионов тенге. Истец указал, что Серик Ахметов, будучи Акимом области, с целью ограничения прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, предоставил преимущество компании «Стальцинк», учредителем которого является его сын Даниар Ахметов. На последнем судебном процессе судья уменьшил сумму штрафа до 17 миллионов. Суд первой инстанции при отсутствии каких-либо объективных данных, основываясь только на приговоре суда, уважаемый суд, используя, так скажем, приюдицию, был не вправе взыскивать вот эту сумму в размере 17 миллионов 310 тысяч тенге, поскольку он должен был основывать свои решения только на объективных данных, которые представителям ИССА представлено не было. А в данном случае суд просто свое решение обосновал просто догадками и предположениями, что запрещено действующим законодательством. Доверенные представители Болжана Абдишева утверждают, что вынесенный ранее приговор противоречит определенной практике и требует лучшего изучения. За что же все-таки осудили Абдишева и других? А их, оказывается, осудили за воспрепятственные законы предпринимательской деятельности, причинившие ущерб кому? Первое государство, второе общество, третье организация. Вопрос каким, непонятно. И четвертое граждане тоже вопрос каким, непонятно. Теоретически четыре ИССА по данному делу могут предъявить свои притязания. Кто-нибудь из них это делает, кроме псевдопредставителя нашего государства? Никто этого не делает. А в этой части никакого анализа нет ни в договоре, ни в решении суда. Просто, уважаемые судьи, обратите на это внимание. Стоит отметить, ранее экс-премьер-министру сократили срок наказания с 10 до 8 лет по амнисии. Теперь ему осталось 4,5 года пробыть под заключением. Судебный процесс продолжается. Фариза Албаева, Жасан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.